МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить о работе открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Присоединяйтесь. Александр Николаевич Конопадский, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Родился в 1988 году в Лунинецком районе Брестской области. В 2011 году окончил Белорусский государственный университет транспорта. И еще через год магистратуру. Имеет ученую степень магистра технических наук. Кроме того, в 2012 году стал выпускником Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Специальность «Правоведение». В 2016 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и экономика». Трудовую деятельность начинал в должности мастера отдела технического контроля на заводе самоходных комбайнов. В 2015 году возглавил отдел по идеологической работе на «Гомсельмаше». В нынешней должности с марта этого года. Является депутатом Гомельского городского совета депутатов 28-го созыва. На вопросы, которые касаются деятельности открытого акционерного общества «Гомсельмаш» прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый вечер. Главная новость от «Гомсельмаши» в этом году с приставкой «Супер». На полях региона проходит испытание новинка, так называемый «Суперкомбайн». Как он себя показал на поле? Действительно все супер? Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно все супер. В этом году нашими инженерами-конструкторами был разработан «Суперкомбайн» с приставкой «Супер». Его крестили средством массовой информации. Для нас он комбайн КЗС-21-24 «Полесье». Это современная машина, которая оснащена всеми необходимыми системами, которые отвечают современным требованиям, которые выставляют мировые аграрии нашей техники. Создан он был на базе комбайна КЗС-16-24, который в прошлом году тестировал и глава государства на полях Могилевщины. Получили тогда мы высокую оценку нашим трудам. И по поручению главы государства в течение 10 месяцев был разработан «Суперкомбайн». Почему «Супер»? Потому что за цену в 2-2,5 раза ниже мировых аналогов наш комбайн включает и содержит все те необходимые опции, которые необходимы. Это в первую очередь система точного земледелия, система картирования, улучшенная система видеообзора. И все это по цене, я еще раз повторюсь, в 2-2,5 раза ниже. Поэтому поставленные задачи мы справились. Комбайн КЗС-21-24, сегодня их три единицы. Они успешно прошли испытания, даже демонстрационные показы успешно работают. Один из них работает на полях Гомельской области, Житковичский район, Туровщина, Открытое акционерное общество. Поля достаточно урожайные. Урожайность составляет свыше 60 центнеров с гектара. И вот именно в таких условиях наша машина может проявить себя максимально. Это система точного земледелия, картирования. То есть суть заключается в том, что с определенного на каждом сегменте убранной поверхности земли бортовой компьютер выстраивает систему, карту урожайности, которую впоследствии аграрии могут использовать при внезении удобрений и так далее. Ну и самое главное то, что этот комбайн, по сути, беспилотный. Он может управляться посредством GPS управления. Есть альтернативный вариант управления комбайном посредством расположенной на земле системы именно позиционирования GPS. И таким образом он тоже был испытан? Безусловно, да. Он прошел успешное испытание. При воздействии малейшим на систему управления механизатором комбайн переходит в режим ручного управления, но он прошел испытание в автоматическом режиме. Конечно, это ноу-хау, это высокие технологии. Да, быть может, отчасти единичные пока машины, но мы идем в этом направлении. Мы понимаем, что сегодня, в принципе, величина пропускной способности, она превзошла всевозможные результаты, и нужно двигаться дальше. В том числе, в таком электронном направлении, электронном, в системе именно компьютерных технологий, приходит нам на помощь. Это значит, что супер будут теперь все последующие комбайны производства Гомсельмаша? Наверное, так. Будут именно с приставкой супер, потому как система взаимодействия с аграриями и нынешняя ситуация на рынке, она заставляет нас для того, чтобы мы могли на равных конкурировать с мировыми производителями, и мы должны соответствовать современным требованиям. Именно поэтому мы не стоим на месте. Безусловно, конкурентоспособность определяется двумя показателями – ценой и качеством. Поэтому мы стараемся улучшить свое качество, в комбайн включить те опции, которых ранее не было, но при этом делаем акцент на то, что сегодня аграрий голосует рублем. Поэтому, чем будет ниже цена, а значит, на нашем этапе это себестоимость, мы должны стремиться включить два этих компонента воедино. Важный вопрос и престижа, и себестоимости в том числе. Насколько этот комбайн белорусский в полной мере? Какие комплектующие все-таки импортного производства в нем? Ну, скажу, что порядка 72-3% – это компоненты собственного производства. На процентов 10 мы заложили в него компонентов зарубежного производства больше, в сравнении, допустим, с базовой моделью КЗ-1624. Но это связано как раз-таки с использованием системы точного земледелия. То есть как раз-таки интеллект комбайна у него-то… Наверное, да, в этом случае не наш. Не наш. Мы не могли рисковать качеством, осваивать новые технологии, но я уверен, что после того, как комбайн встанет в серию, в линейку, мы освоим и эти технологии. Ведь у нас импортозамещение, как показывает практика, то, что мы 5-7 лет назад покупали за рубежом, сегодня мы это производим самостоятельно, в том числе и угловые передачи, редукторы, которые устанавливаются на нашу машину. Какие надежды на суперкомбайн возлагает предприятие? Это новинка в большей степени ориентированная на экспорт в данный момент? Или на внутреннем рынке тоже будет реализовываться? Мы рассчитываем и на внутренний, и на внешний рынок. Безусловно, машина, как я сказал, больше ориентирована на поля с высокой урожайностью. То есть нет смысла покупать аграрию машину, у которого урожайность недостает до 30-40 сантиметров с гектара. А на тех полях, где урожайность 60, 70, 80, а в Беларуси в том числе есть поля с урожайностью 100 сантиметров с гектара, эта машина интересна. И мы уже сейчас имеем запросы, ценовые предложения запрашивают. То есть, в принципе, люди готовы, в том числе и белорусские аграрии, работать с нами. Наши партнеры за рубежом готовы принять в следующем году, опять же, партию наших комбайнов. Сначала на испытания? Да, нужно, безусловно, для того, чтобы войти на рынок той или иной страны, как показывает практика, нужно 2-3 года. Но мы готовы позиционировать себя. Качество соответствует. Цена, я повторюсь, 2-2,5 раза ниже. Мы считаем, что у нас все получится. Что будущее есть. Именно так. Еще одна мировая тенденция – это перевод техники на газомоторное топливо. И здесь Гумсельмаш готов предложить первый в мире, как он позиционируется, зерноуборочный комбайн по лесу. Он проходил испытания в прошлом году, насколько я помню. Что за этот год удалось осуществить? Есть заказы? Я скажу так. Вот этот комбайн на первой мере на газовом топливе, на компримированном газе, именно на метане работающий, он один из пяти новых машин, которые мы в 2017 году прошли успешные испытания. И мы их поставили в серию. Действительно, этот комбайн 4118К – это первый в мире комбайн, который работает на сжатом метане, сжиженом метане. Комбайн прошел испытания еще в 2017 году. И вот буквально на днях мы встречались, провели расширенный семинар-практикум для наших коллег из Азербайджана, Армении. Прилетели, они заинтересованы в этом комбайне по двум причинам. Причина следующая. Первая – это себестоимость зерна значительно ниже. Практически в два раза себестоимость зерна снижается за счет снижения ценового показателя заправки этого комбайна. Во-вторых, экологические показатели соответствуют классу стейч-5. То есть в два-три раза снижаются выбросы в атмосферу, что немаловажно. Задают мне вопросы, а как долго он может работать на одной дозаправке? Это такой вопрос, в общем-то да. Как заправить комбайн в полевых условиях? Отвечая на этот вопрос, мы тоже решаем с нашими партнерами в Российской Федерации. Идет разработка специальных дозаправщиков. Я могу сказать, что этот комбайн в течение 8 часов в безостановочном режиме работает. То есть в принципе на один день работы он может, не выезжая из поля, работать. Емкость топливных баков 1820 литров кубических. Баки абсолютно безопасны, невзрывоопасны. Говорят, что якобы есть какая-то опасность. Нет, всех хочу заверить, что это совершенно безопасный комбайн. Из сверхпрочного углепластика созданы баки. Поэтому на 8 часов уже мы сейчас решили вопрос. А наши коллеги из России, Газпром, заинтересованы в первую очередь в создании и продвижении этого бренда. Они говорят, что в ближайшее время появится и специализированная техника, которая сможет обслуживать эту машину. Поэтому перспективы в том числе и есть. Вот последний семинар показал интерес наших партнеров. В ближайшее время мы будем развивать с ними сотрудничество. То есть это будет совместная работа? Совместная. Одновременно вот эти дозаправщики готовятся и выходить техника. А кто проявил интерес к покупке? Есть уже какие-то конкретные предложения? Это Российская Федерация, Армения и Таджикистан. Крупная партия техники в этом году отправилась в Грузию на поля Кахетии. Вообще в скольких странах мира сегодня комбайны с белорусским гражданством работают? Мы стараемся ежегодно увеличить свое присутствие во всех странах. На сегодняшний день это 36 стран мира, где наша техника работает под узнаваемым брендом «Гумсельмаш Полесье». Стратегия развития нашего акционерного общества в перспективе до 2020 года предусмотрена расширение географии поставок до 40 стран мира. 36 стран мира. Поэтому в том числе и Грузия, мы увеличиваем там свое присутствие. Да, отвечая на этот вопрос, нужно, наверное, сказать, что как бы там ни было, основным рынком сбыта для нас является Российская Федерация. Это порядка 70% продукции поступает именно в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, около 6-7% это страны дальнего зарубежья, такие как Эфиопия, Тунис, Египет, Алжир. Мы идем на все континенты, и нас действительно знают на всех континентах. В перспективе, я повторюсь, 40 стран мира. Я уверен, что с поставленной задачей мы тоже справимся, потому что есть интерес к нашей технике. Особенно отмечают это соотношение цена и качество. У сельского хозяйства везде есть какие-то свои особенности. Какие экзотические культуры может убирать наша техника? Наша техника может убирать практически любой урожай, который заявляют аграрии во всем мире. Начиная с жаркой Африки, заканчивая холодными странами. Традиционно это то, что у нас сейчас стоит на производстве в нашем модельном ряду. Это зерноуборочная, кормоуборочная техника, початкауборочная, хлопкоуборочная. Есть разработки льноуборочной техники. То есть, в принципе, чтобы не посадили, не посеяли наши аграрии, мы гарантируем, что мы уберем точно вовремя и в срок. А какие-то заказы конструкторам на разработку поступают под что-то специфическое? Под специфическое, да. Нужно отмечать, что есть такие предложения. Но тоже для понимания, прежде чем приступить к разработке той или иной машины, необходимо сначала провести определенную работу, оценить экономическую эффективность и так далее. Поэтому не всегда, конечно, мы принимаем решение на производство той или иной машины. Но сейчас могу сказать так, что наши конструкторы нацелены на создание машин не только в линейке увеличения, допустим, пропускной способности в части зерноуборочной техники, но и на снижение. О чем идет речь? То есть иметь на балансе и, грубо говоря, стоимость покупки и стоимость владения того самого суперкомбайна, КЗС-2124, все-таки она существенна. Даже для крепко стоящих на ногах аграриев. Поэтому мы идем параллельно с разработкой супермощных машин, суперсовременных, созданием таких машин, которые мы относим к эконом-классу, можно сказать, к бюджетному классу. Вот, например, в этом году, опять же, на базе 12-18-1 была создана машина, которая получила название, маркировку 32-19. По большому счету тот же суперкомбайн, но на 25-30% дешевле. В нем отсутствуют некоторые системы позиционирования, но в то же время пропускная способность выше базовой модели, скорость уборки выше, эргономика, дизайн тоже выше. Ведь в современных машинах, уже сейчас у нас в кабине кондиционер, раньше была эта опция, сейчас это обязательное требование. Холодильник для того, чтобы механизатор, который находится в кабине 8-12 часов, имел возможность хранить охлажденную пищу, охлажденную воду. Это уже все необходимые требования. И мы четко это учитываем, просчитываем. Спасибо. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Накануне наши корреспонденты побывали на Гомсельмаш и поделились своими впечатлениями. Кирилл Конончук. Третий курсник Гомельского государственного машиностроительного колледжа. В составе студенческого отряда три недели трудился в одном из цехов Гомсельмаша. С работой юноша успешно справился. Уже получил свою первую зарплату. Теперь думает о том, как бы вернуться сюда на практику в будущем году. Пришел по собственному желанию студотряд. Отработал здесь три недели. Мне понравилось. Не слишком сложно. Работал я за токарным станком. Выполнял сверлильные операции. Мне понравилось. Я планирую сюда вернуться на практику. Отучиться уже здесь. Отработать практику. Возможно, буду работать. Планы Кирилла Конончука вполне осуществимы. В прошлом году на предприятие приняли около 250 молодых специалистов. В этом свои первые рабочие места здесь получат не менее 300 выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Кстати, в музее холдинга Гомсельмаш в числе экспонатов фотографии работавших здесь династий. Например, общий трудовой стаж восьми членов одной семьи составил целых 140 лет. А вообще работников и руководители, которыми здесь гордятся, очень много. Ведь истории завода почти 90 лет. День рождения нашего предприятия считается 15 октября 1930 года. В этот день была выпущена первая плавка по всем технологиям, по всем канонам. До войны наше предприятие уже выпускало 26 наименований сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день она примитивная. А тогда она обеспечивала заготовку кормов для нашего сельскохозяйства. И я хочу сказать, что уже 18 из них наименований уже шли в список на экспорт. Это было очень большое достижение нашего коллектива. Первым образцом сельхозтехники Гомсельмаша стала Соломорезка. Её выпустили в 1929 году. Рядом и другие образцы техники, с которой начиналась история предприятия. Из музея наша съёмочная бригада отправилась в выставочный павильон завода. Здесь есть на что посмотреть и чем восхититься. Сейчас в линейке холдинга десятки наименований техники. Далее отправляемся в сборочно-сдаточный цех. В сутки с конвейера сходит около 10 комбайнов. В месяц получается около 250 единиц. За 10 лет завод произвёл порядка 35 тысяч сельхозмашин. Две трети из них продали за пределы Беларуси. Сейчас экспортная составляющая около 96%. Покупают технику Гомсельмаша в 36 странах. К 2020 году их количество должно возрасти до 40. Расширяется и ассортимент техники. Особая гордость сейчас – вот этот гигант, неофициально получивший название «Суперкомбайн». Последняя модель – это, естественно, наша гордость. Это машина «21-24», так называемый «Суперкомбайн», который уже собрали. И в данный момент он проходит испытания. Пока успешное испытание. Ждём уже конечных результатов, чтобы проанализировать дальнейшую сборку и качество выпускаемой машины. В разные периоды своего существования Гомсельмаш переживал много сложных времён. От эвакуации с завода в военное время в Челябинскую область и последующего возвращения на родину в 43-м году после освобождения Гомеля и до совсем недавнего экономического спада, на который повлияла общая ситуация в мировой экономике. «Определённые сложности, которые были в 2014-2015 году, они уже преодолены. Скажем, если в 2014 году на внутренний рынок по госзаказу, если можно так его назвать, 120 только комбайнов, то за последнее время, благодаря принятым главам государства, указам по поддержке через промо-агролизинг увеличилось количество комбайнов, поставляемых на внутренний рынок. По этому полугодию года уже поставлено на внутренний рынок порядка 340 комбайнов. В то же время не теряются рынки зарубежные, увеличился экспорт комбайнов в полтора раза. Это и Китай, и Казахстан». Пока же на ГОП «Сельмаше» продолжают работать над снижением производственных затрат. За последние три года сумма получилась довольно солидной – около 800 миллионов долларов. В результате появилась чистая прибыль. Этому же поспособствовало и рефинансирование долгов предприятия. Теперь заводу нужно стремиться наращивать объемы производства. Это даст возможность погашать проценты по кредитам и возвращать основные долги. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Александр Николаевич, действительно предприятие некоторое время назад переживало определенные трудности. Как сейчас характеризуется его финансовое положение? Об этом обычно говорят языком цифры и такими показателями, как объем производства, объем продаж, выручка и тому подобное. Да, действительно, 2015 год стал для нас действительно тяжелым. Но при поддержке главы государства мы успешно преодолели те трудности внешнеэкономические, которые по большому счету не решались на внутреннем рынке. Мы успешно преодолели их. 2016 год стал уже с динамикой положительной. Мы закончили по итогам 2017 года. Определились, что 2018 год будет не хуже. Но если в цифрах рассказать, то сегодня это полная рабочая неделя, шестидневная рабочая неделя, двухсменный режим работы, средняя заработная плата на уровне 920 рублей. Рентабельность продаж при плане 2-3% мы достигли цифр 10-11%. Поэтому эти цифры говорят о том, что мы сегодня уверенно стоим на ногах и нет никаких посылок думать об обратном. А как вы думаете, какое значение для экономики Гомеля имеет Гомсельмаш? Мы попросили людей на улицах порассуждать над этим вопросом. Основополагающий, я считаю, городообразующий, прекрасный завод. Я там работала много лет. Это городообразующее предприятие. Там много работают людей. Но желательно, чтобы они работали с прибылью. И чтобы приносил доход в город, и в бюджет, и в страну. Да, хороший вопрос. Я думаю, завод Гомсельмаш – это тот завод, который должен быть реформирован. Чтобы люди, которые там работали, начали получать более высокую заработную плату. Комбайны, которые производятся на нем, стали бы продаваться США, Японию и другие страны. На сегодняшний день малозначимы. Почему? Потому что я вижу, что у нас сокращаются и рабочие, ну как вам сказать, работают неполную рабочую неделю. Ну и зарплаты, естественно, и все. Поэтому здесь, на мой взгляд, по-моему, нужна реформация какая-то именно завода, реорганизация и все. Да, наверное, все. История наша очень старый завод. Много людей там работало когда-то, большое количество. Да и сейчас там кое-что делают. И комбайны очень красивые выпускают. Недавно видела, такие мощные, такие огромные. И много всех функций, там и кондиционеры. Сейчас же все в автоматике, все довольны. Говорят, продаются хорошо. Так что Сельмаш у нас это основное, что в городе есть. Людей много работают, да, все комбайны делают. Не знаем. На сегодняшний день не знаем. А вы как считаете, что значит заводом Сельмаш для жизни города? Для экономики города? Ну, я так понимаю, надо образующие, поэтому рабочие места. Что значит? Машиностроение завод. Ну, для экономики. Не знаю. Я считаю, что сейчас, в данный момент, он не работает для экономики Беларуси. Для нашего города завод Гом Сельмаш – это градообразующее предприятие, во-первых. Во-вторых, Гом Сельмаш даже для республики много. Он, если 5-6% в свое время было, когда делили Советский Союз, нужно было Гом Сельмаш распределить на Казахстан, на Россию, на куда еще, чтобы они вкладывали средства. А наши, в том числе, выпустили комбайн лучше немецкого, потому что специалисты есть, а средств нету в республике, чтобы передовые технологии внедрять и так далее. Вот и все. Это рабочие места, это перспективы, это развитие сельскохозяйства. Ну и, конечно же, бизнеса с международными организациями. Желаем им успеха. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и приглашаем вас присоединиться к обсуждению работы Гом Сельмаша. Александр Николаевич, вот какие из мнений, представлений, которые прозвучали, соответствуют действительности? Любое мнение имеет права быть, поэтому мы не вправе комбицировать. Некоторые могут быть необоснованными, представления, или не опираться на какие-то реальные факты. Вероятнее всего так, ведь есть информационные вбросы, если это возможно об этом говорить, но которые вполне необоснованы. А не полные рабочие недели, когда я слышу такую информацию, у меня, как у заместителя по идеологической работе, всегда возникает вопрос, чем оперируют и на чем базируются такие осуждения. Я всегда предлагаю один момент. Я приглашаю этих людей к нам на предприятие. Я говорю, я лично уделю 1-2 часа времени. Пройдем по территории предприятия, даже не пройдем, а проедем, потому что масштаб нашего предприятия перемещаться, в общем-то, затруднительно. Где каждый может увидеть, что сегодня конвейер заполнен, люди работают, 6-дневная рабочая неделя. Сейчас стоит вопрос о том, что нам не хватает рабочей силы, квалифицированных рабочих кадров, в том числе привлеками молодежь, студенческие отряды в развитии этой темы. Поэтому я отвечаю бы на ваш вопрос, сказал бы, что Гумсельмаш – это городообразующее предприятие. 10, 12, 13 процентов, в зависимости от лет, если мы посмотрим динамику, это в объеме валового продукта города занимает именно Гумсельмаш. И нужно еще смотреть и понимать этот вопрос в комплексе, получая заработную плату работник Гумсельмаш, а на Гумсельмаш сегодня работает только в управляющей компании холдинга Гумсельмаш, работает практически 9700 человек. В холдинге 14,5 тысяч человек. И все получают достойную заработную плату, и наш работник, приходя в магазин, приходя в точки общественного питания, в ресторан, в кафе, в бар, он рассчитывается. То есть, когда говорят, что нужен или не нужен Гумсельмаш, по-моему, ответ очевиден, что Гумсельмаш – это тысяча рабочих мест, это экономические цифры. Поэтому вот так. Достойная зарплата – это какая? Достойная заработная плата – это 930 рублей сегодня средняя по предприятию. Поэтому, безусловно, мы не можем расти и прибавлять заработной плате, не обеспечивая это темпами роста производительности труда. Мы понимаем эти критерии и основные экономические законы. Поэтому сегодня она у нас составляет именно такая. Портфель заказов будет расти и будет увеличиваться, и заработная плата, соответственно, будет расти. Ну, я считаю, что на уровне городском, республиканском вполне достойная заработная плата. – Действительно, все эти показатели, которые мы с вами обсуждали, они ведь имеют, в конце концов, значение для того, чтобы простые люди, ваши работники, чтобы они могли жить, поддерживать какой-то качественный уровень жизни. И все это для этого в том числе важно. Есть открытые вакансии сегодня в коллективе? – Да, безусловно, сегодня есть открытые вакансии. Это, я повторюсь, это рабочие кадры, это операторы, наладчики, сверловщики, шлифовщики. – А нужны именно специалисты, которые вот на самом производстве, да, конкретно в цехах? – В основном производстве. – А высококвалифицированные инженеры? – Это высококвалифицированные инженеры, конечно, нужны. Мы сейчас ожидаем приход молодых специалистов, и мы примем молодых специалистов. Вот вы спросили про инженеров, технологов, мы примем порядка 50 человек, конструкторов тоже около 50 человек. Поэтому и хороший конструктор он нужен, и рабочий, квалифицированный, он тоже, в общем-то, его непросто найти. Поэтому мы это все понимаем, ищем, стараемся лучшие кадры сохранить, коэффициент текучести кадров, он с каждым годом снижается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди дорожат сегодня своей работой, люди ценят то, что у них имеется. Да, касаемо зарплаты. Это ведь мы говорим про средний уровень заработной платы, но нужно понимать, что рабочие основных профессий, занятые в основном производстве, со сдельной премиальной системой оплаты труда, как я по-простому говорю, те, кто хочет заработать, они зарабатывают. Есть зарплата и 1400-1500 белорусских рублей. Да, наверное, непросто 6 дней в неделю отработать в основном производстве. Но я считаю, что уровень заработной платы вполне компенсирует. Помимо этого, есть возможности и отдыха, помимо основной работы. У нас на балансе есть и свой филиал санаторий машиностроитель, где наши работники могут за 20% стоимости вполне качественно отдохнуть, поправить свое моральное, физическое здоровье. Это все так называемый соцпакет. Да, не только деньги все решают. Сейчас важно и это, для того, чтобы работников, квалифицированных, у себя удержать. Есть вопросы, которые пришли на наш вайбер. С удовольствием ответим. Давайте обратим на них внимание. Раньше на предприятиях активно развивалось движение соцсоревнований. Имеет ли оно продолжение в наше время на ГОМ-Сельмаше? Хороший вопрос, спасибо. Спасибо. Действительно, соцсоревнование, оно и существовало. Я скажу, в общем-то, не так давно было отменено в том виде, в котором оно существовало. Сейчас мы его несколько реорганизовали. Мы сейчас, значит, трансформировали его, переключили в новое русло. Сейчас он называется показатель общественной активности. В чем он заключается? Что идеологическая кадровая служба подводит итоги ежеквартально. Рассчитывается показатель общественной активности, в который входит участие работников не только в производстве, то есть в выполнении непосредственных трудовых обязанностей, а и в занятиях физической культуры, спортом, участие в благотворительных акциях и многое-многое другое. По результатам готовится приказ о примировании, то есть людей материально поощряем. И это дает определенный результат. Люди чувствуют, что есть интерес, вовлеченность и так далее. Вот я хотела бы, кстати, эту тему продолжить. У вас есть волонтерский отряд. Один, кстати, из самых эффективных и популярных, наверное, в нашем регионе. Называется «Открытые сердца». По результатам многих конкурсов он признавался неоднократно лучшим. Ребята помогают детям, инвалидам, животным, переселенцам. Вам приятно, что у вас такие люди работают? Вы им помогаете в реализации их инициатив? Потому что ведь на это нужны еще и деньги. Безусловно. Мне очень приятно, и мы гордимся, что в нашем коллективе есть вот такие ребята, волонтерский отряд «Открытые сердца». Но я хотел бы отметить еще один момент, что волонтерство для Гумсельмаша – это вещь такая, которая становилась и формировалась десятилетиями. И вот эти ребята, которые мы их относим к числу молодежного волонтерского отряда, многие в их составе уже давным-давно вышли из возраста в общем понимании молодежь. А все почему? Потому что они начинали 10-15 лет развивать волонтерское движение. И сегодня работники, штатные работники Гумсельмаша участвуют в благотворительных акциях по всему городу. Это и в преддверии Дня защиты детей, и к Новому году, и волшебство на Рождество. И вот сейчас мы вошли в активную фазу, готовим «Собери портфель первокласснику». В том числе на шефстве нашего предприятия находится Гомельский городской социально-педагогический центр на улице Маневича. Это и областной детский дом. Это и вот два года назад мы установили контакт. Мы всячески помогаем в исправительной колонии, женской исправительной колонии номер 4, в которой не так давно был открыт детский дом ребенка. Мы ездим туда, помогаем материально. В общем, не только материально, выполняем еще какие-то другие работы. Но ребята из волонтерского отряда «Открытые сердца» — это, можно сказать, наиболее активные, которые, помимо не дожидаясь этих, хотя их в году 5-6 акций, не дожидаясь этих акций, они ежедневно помогают делать добро. Поэтому, конечно, мы им всячески помогаем, поддерживаем. Мы понимаем, что волонтерство — это априори, оно добровольное начинание. Но, тем не менее, мы стараемся, потому что требует и затрат, и времени, и средств. Это нужно понимать. На самом деле, это очень хорошая инициатива. Хорошо, если большая часть коллектива к этому присоединяется и этому содействует. Еще один вопрос. Какую технику сегодня предприятие может предложить фермерским хозяйствам? Есть ли такая линейка у вас? Спасибо. Хороший вопрос. Есть такая техника у нас. Это то, о чем я начинал говорить. Параллельно созданию современных мощных комбайнов, если можно сказать, пропускной способностью 24 тонны в час. Мы и наши конструкторы, те, кто разрабатывает новую технику, понимают, что сегодня есть хозяйства, которые экономически позволят себе дорогостоящую такую технику мощную. Не могут. Да и не только не могут. В ней нет эффективности. Поэтому было принято решение по поручению генерального директора. Вот в 2016 году велись разработки. В 2017 эта машина стала в серию. Разрабатывают комбайн, и он уже успешно производится. Это КЗС-5. Что значит 5? Пропускная способность 5 кг в секунду. То есть это комбайн малой пропускной способности, малый по размеру, но, соответственно, и ценовой параметр в 2-2,5 раза ниже стандартной модели, допустим, КЗС-12-18, самый популярный. Поэтому уже такой комбайн можно даже сказать на частном подворье использовать. И в то же время ведутся разработки по созданию еще более малой пропускной способности комбайна. Пропускной способностью 3 кг в секунду. Чтобы вы понимали, это будет что-то чуть более легкового автомобиля по размерам, который можно будет использовать в частном подворье, небольшим фермерским хозяйством. Ну и в общем... Есть у меня спрос, как вы считаете, на такую технику? На такую технику сегодня, я считаю, есть спрос. И у нас и в мире? И у нас и в мире, потому что тенденции развития мирового сельхозмашиностроения показывают, что пик пропускной способности, то есть увеличение объемов пропускной способности, создание мощных машин, они практически исчерпаны. Простым языком говоря, ну нет уже сегодня смысла делать жадку шире. Уже достигнут пик. А вот идти в сторону уменьшения техники, ну при том нужно понимать, что должен сохраниться комфорт, должен сохраниться ценовой, качественный показатель. Все это должно быть. Поэтому мы работаем в этом направлении. Интересно, какой здесь минимум вообще в принципе возможен? Ну вот пока поставлена задача разработать 3 кг в секунду. Наши конструкторы работают и уже есть, в принципе, идеи, которые уже воплощены в части не только на бумаге, уже есть в металле. Я думаю, в ближайшее время, я думаю, 2019 год, конец 2018, станет не менее урожайным на новые модели совершенно новых машин, которые ныне не видели ни в Беларуси, может быть, даже в мире. А ориентировочная стоимость такой маленькой техники? Ориентировочная стоимость. Поскольку фермерские хозяйства, они себе не могут позволить. Тут, наверное, по цене, в общем-то, говорить, ну, если я буду говорить усредненно, если стоимость базовой модели зерноуборочной машины, скажем, большой, крупный, 12-18, а один, будь то полноприводный, 2-12-18 в районе 130 тысяч долларов США, то сегодня вот эта малая машина, она стоит в два раза, в два с половиной меньше. Поэтому экономический, конечно, эффект ощутим. Ну, надо делать еще дешевле, но в то же время мы понимаем, что дело дешевле, качество нужно сохранить, качество – основной параметр, комфортабельность, эргономику тоже нужно сохранить. Поэтому ищем, изыскываем средства. Гомсельмаш одним из первых в нашем регионе начал развивать производственный туризм. Вы пригласили к себе в цеха на производство, дали даже возможность покататься и потестировать технику. что эта инициатива, она нашла отклик у туристов или же как-то так потихоньку зачахла? Расскажите, пожалуйста. Расскажу, да. В конце 2016 года было принято решение развивать такое направление, как деловой промышленный туризм. В мире вот это направление, оно известно как экономика впечатлений. То есть человек приходит и знакомится с производством, ее так и называют экономика впечатлений. В конце 2016 года по поручению генерального директора мы начали разработку этого проекта с условным названием «Гомсельмаш туристический». 2017 год был таким, скажем, пробным, хотя в конце 2017 года первая группа промышленных туристов посетила наше предприятие. Смысл очень прост. За условно, я считаю, плату, цены размещены на официальном сайте «Гомсельмаш». Туристы, это может быть любой желающий, в том числе к нам уже, как показала практика, уже более 50 делегаций из зарубежья. Это Российская Федерация, Украина. Были две группы из Китая с переводчиком. Они посещают производство. То есть это сборочный конвейер, механообрабатывающее производство. Естественно, мы им показываем выставку, постоянно действующую выставку техники. А в летний период времени у нас заложена такая функция, называется «Тейст драйв». Очень пользуется спросом. Суть проста. Любой желающий может подарить своему другу, близкому, знакомому, любимому человеку сертификат подарочный на «Тейст драйв» комбайна 12-18. Где этот «Тейст драйв» будет проходить? Проходит на испытательном полигоне. Естественно, под наблюдением опытного водителя-испытателя. Поэтому совершенно безопасно. Но почувствовать себя водителем-испытателем, комбайнером, механизатором остается впечатление надолго. Люди выходят воодушевленные и остается такое неизгладимое впечатление. Поэтому это направление промышленного туризма сейчас мы тоже продумываем, чем еще можно удивить наших посетителей. Но то, что я вижу, с какими лицами люди уходят с нашего предприятия, мне, в первую очередь, как идеологу, это очень лестно. Потому как объемы производства, вот действительно, это больше, наверное, такой имиджевый ход. То есть мы не ставим цель заработать денег на этом направлении. Это имиджевый маркетинговый ход. Второе направление – это гражданско-патриотическое воспитание нашей молодежи. Школьники, студенты, я не беру считать, сколько человек пришли к нам в гости. Поэтому мы воспитываем нашу молодежь, когда студенты первого, второго курса, а еще лучше школьники, седьмой, восьмой класс приходят и видят процесс создания этой машины, приходят домой, рассказывают своим родителям. Безусловно, они при выборе профессии будущей, это, можно сказать, ранее профориентация. Да, профориентация. Какой самый неожиданный у вас впечатливший комментарий вы услышали во время этих экскурсий? Было что-то такое? Очень много комментариев, в том числе зарубежных наших гостей. Ну, самое элементарное, скажу, что когда человек садится в машину, в которой двигатель 500 лошадиных сил, и просто проехать, то люди очень эмоционируют, чувствуют эту мощь, чувствуют этот размах, девятиметровая жадка. Впечатляет людей размах. Значит, просто-напросто нашего предприятия. И говорят, спасибо нам за то, что мы сохранили такое предприятие, спасибо нашему руководству, города и страны, что в свое время поставили на плечо. Говорят, особенно гости из России, Украины, приезжают, говорят, у нас таких предприятий нет. Спасибо вам, Александр Николаевич, что пришли к нам сегодня. Спасибо огромное. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам ООО «Гомсельмаш» Александр Конопатский был сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание и до встречи через неделю. ООО «Гомсельмаш»